здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут елена ирмина я рада вас приветствовать на своем канале посмотрите пожалуйста видео до конца будет много интересной полезной для вас информации сегодня я хочу с вами поделиться своим секретом как я подготавливаю пряжу для вязания вещей крючком и спицами об этом способе я рассказывал два года назад но так как на канале много новых подписчиков зрителей хочу вам рассказать еще раз поделиться своим способом своим методом может быть вы о нем знаете а может быть это для вас будет открытием далее вы у меня видите пряжу которая заказала для новых проектов я снимала обзор пряжи ссылку на видео вы найдете верхнем правом углу если вам интересно обязательно заходите посмотрите из какой пряжи я вижу где я ее заказываю также под этим видео я вам оставлю ссылку на вот эту пряжу свой промокод на скидку и ссылку на интернет-магазин пряжа заказу в интернет-магазине пряжа . су вот эту пряжу я заказала ты для трех проектов которые буду вязать крючком буквально скоро стартует мастер-класс совместник по вязанию джемпером реглан сверху крючком название проекта ромбик я вас уже приглашала присоединиться к совместному вязанию если у вас есть желание связать обязательно присоединяйтесь в комментариях под этим видео напишите хочу связать джемпер ромбик и я вам дам ссылку а в правом верхнем углу вы можете посмотреть как смотрится джемпер который мы будем с вами вязать я буду повторять работу с удлиненным рукавом он у меня будет и в другом цвете пряжу я для вязания выбрала ализе было цвет лимонный вот из этой пряжи буду вязать джемпер и сейчас я буду вместе с вами покажу вам свой секрет как я ее подготавливаю к вязанию прежде чем приступить к вязанию вещи в той пряжи которую я не уверена я ее предварительно перед вязанием обрабатываю стираю пряжу в машине стираю в мотках зачем я это делаю конечно же она же не грязная она абсолютно чистая новая в упаковке так как все вязаные вещи я стираю только в машине я не стираю бабушкин способом всяких тазиках потом значит и отжимать нельзя нужно раскладывать на полотенце на ровной поверхности девочки у вас что очень много лишнего пространства в доме или вам некуда девать времени забудьте об этом старинном прошлом способе воспользуйтесь моим способом и экономьте время значит пережде чем будем вязать это касается ну любых проектов девочки если кто будет вязать со мной ромбик заказали пряжу по моему промо коду получили пряжу и давайте ее постираем стираем для того чтобы когда вы свяжете изделия его постираете и она была у вас в том же размере что и до вязания значит после стирки пряжи вязаные изделия после стирки в машине она не садится не дает усадку и не вытягивается очень удобно узор также смотрится красиво только и после стирки выравниваются петельки допустим если у вас был рельефный какой-то узор это рельеф он сохраняется если вы до этого стирали пряжу как я вас сейчас научу также этот способ хорош тогда когда допустим вот вы вяжете образцы для того чтобы посчитать сколько же необходимо петель набрать для того чтобы приступить к вязанию вот этот способ стирки пряжи в машине перед вязанием экономит время для того чтобы вам вам не надо вязать образцы особенно когда мы вяжем регланом сверху это я если мне пряжа постирана и никогда не вяжу эти образцы не тратьте свое время экономьте его когда мы будем с вами вязать ромбик мы образцы вязать не будем сразу же приступим к вязанию если вы при условии постираете пряжу пряжа была это мягкий хлопок дает усадку по крайней мере весь хлопок если он не не весь конечно допустим она 16 я это пряжа доверяю я ее не стираю перед вязание ализе дио в процессе носки очень сильно вытягивается также если изделие отпарить она вообще сильно вытягивается особенно в длину также рекомендую вот эту пряжу постирать какую пряжу запрещено стирать в матках во первых не стираем пряжу которая идет внутри на основе вот картонная втулка это ее каркас и вот на эту втулку картонную наматывается пряжа вот эту пряжу мы не стираем не стираем скользкую пряжу вот диво ализе диво диво стрейч диво батик можно стирать а вот очень скользкую пряжу например искусственный шок или вот здесь у меня пряжа тулит ее не стираем и всю другую пряжу которая вот на картонной втулке внутри бумажная основа также мы не стираем стопроцентную шерсть пух допустим норки там все какого-то другого животного не стираем ангору мохер в общем избегаем то есть не стираем ту пряжу которая пушистая либо же чисто шерстяная вот эту пряжу в матках не стираем иначе вы можете ее испортина у вас за свалит сваляется значит я буду стирать сразу же всю упаковку для вязания джемпера ромбик нам потребуется до 50 второго размера 600 граммов пряжи у меня было цвет лимонный 110 ей все шесть мотков и сейчас будут стирать нам с вами для стирки понадобится пряжа у меня все шесть мотков далее бросовая пряжа которую вам не жалко выбирайте белого цвета любой размер крючка ножницы и любые колготки колготки конечно же берем не новые вот у меня детские белые плотные вы можете взять женские колготки капроновым может быть у вас там затяжки стрелки вот конечно они у вас пойдут как говорится впрок и будут вам полезны так что колготки можете не выбрасывать снимаем этикетку с каждого матка конец нити нашли и нам сейчас нужно его зафиксировать вот отмотали и вот так вот поперек матка мы наматываем наматываем туго несколько вот можно вот так вот намотать прямо по всей ширине длине матка и мы фиксируем при помощи крючка нить смотрите вот так зацепляю и вяжем цепочку так цепочку из воздушных петель а которая у нас потом с вами после стирки мы ее распускаем так давайте проделываем вместе со мной у кого есть пряжа захватываем нить вытягиваем и вяжем цепочку из нескольких петель вот так провязываем и потом вот этот кончик смотрите мы вот эту нить вот у нас получилось цепочка вот она и мы конец нити просто так раз и выдергиваем после того как вы пряжу постирали достали вы легко распускаете эту цепочку вот так вот смотрите распустили и у вас освободился конец нити значит таким образом проделываем с каждым мотком вот есть у вас 6 мотков 6 мотков так и делаете далее мы берем колготки и вот этот моток проталкиваем до конца здесь можно если вы боитесь что у вас нитки спутаются если вы делаете это впервые то конечно же лучше сделать вот таким образом смотрите берете бровь носовую нить отрезайте небольшой отрезок вот так так как у меня пряжи тоненькая сворачивайте в несколько сложений и вот фиксируйте значит фиксируйте то есть я немножко подальше так сделаем и вот здесь мы фиксируем вот этой нитью завязываем узел для того чтобы у нас каждый моток был в своей ячейке то есть у него было свое место так завязали плотненько здесь несколько узелков здесь вот видите мне нить в 2 сложения лучше сделать 4 но это из пряжи которая у которого не жалко остается же у вас остатки от вязания вот их можно таким образом применять все далее после того как вы постираете вот здесь просто обрезаете ножницами здесь обрезаете и освобождаете вот этот моток таким образом вы проделываете с каждым мотком пряжи то есть распределяете по всей длине колготок и потом начинаете стирать значит я вам при вас не буду все 6 мотков закладывать вкладка в колготки после того как проделали манипуляции заполнили колготки пряжи идете и стирать заполняйте барабан машины я стираю при помощи кондиционера я не использую порошок так как пряжи чистая мне необходимо только ее смягчить так будет легче вязаться пряжи будет мягкая нежная шелковистая добавляйте любой кондиционер который вам больше нравится я использую ленор колбачок выставляете программу я выставляю программу быстрая стирка 30 минут температуру 40 градусов отжим 800 оборотов 40 градусов режим 800 время 30 минут обязательно стираем при температуре 40 градусов не 30 не в холодной воде нам необходимо если пряжа чтобы пряжи немножко дала усадку и потом когда уже вы будете стирать вязаные изделия машине она она у вас вот это изделие в усадку не даст потому что мы пряжи предварительно подготовили и дали ей возможность уменьшиться значит усесть все после того как постирали разрыва вот здесь обрезаете освобождаете моточки и что дальше делаем дальше мы мокрую пряжу при помощи прищепки прищепка бельевая так цепляю несколько нитей и подвешиваем я подвешиваю на бельевую веревку вы можете повешать на сушку где у вас обычно сушится вещи после стирки все и она у вас таким образом висит до полного высыхания время сушки где-то примерно полтора два дня все зависит от того какая у вас температура в помещении на батарею не складываем вот так вот повесили и она сушится вот в вертикальном положении либо в горизонтальном все очень просто девочки кто из вас будет вязать ромбик пожалуйста подготовьте пряжу для вязания кто еще не присоединился к мастер-классу а мы уже скоро стартуем и начинаем вязать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать джемпер ромбик я вам дам ссылку каким образом можно со мной связаться и получить подробный победительный мастер-класс мастер-класс будет разработан мной для начинающих то есть это новый формат я еще так мастер-классы не проводила на период вязания я вам буду давать свои консультации и сопровождение то есть я заинтересована в том чтобы у вас все получилось джемпер вяжем на любой размер также может связать на любой возраст это будет авторский мастер-класс я вас научу как вязать верхний росток подрезы и связать на любой размер все буду вам помогать подсказывать если у вас будут трудности ну конечно же нужно при этом владеть крючком умеете вязать узоры они только салфетки и коврики как только мы довяжем вещь уже индивидуального сопровождения от меня не будет будете вязать самостоятельно но уже от по отснятому готовому мастер-классу сопровождение мою помощь консультацию получают только те участники совместного вязания которые присоединились и присоединяются процессе вязания джемпер как только работа закончена тогда у вас появляется только лишь доступ по петельному мастер-классу без моих консультаций потому что я уже буду нацелена на создание авторского мастер-класса по другому проекту на канале youtube мы с вами вяжем узоры крючком и спицами но также у меня есть очень много уже подробных по петельных мастер-классов по вязанию плечевых вещей топы блузки кардиганы жакеты в общем посмотрите коллекцию каталог мастер-классов вот сейчас сразу же не включайте видео а пройдите к просмотру если вас заинтересовал любой проект также пишите мне хочу связать и в комментариях указывайте название проекта я вам также дам ссылку активную каким образом мне написать получить подробный попетельный мастер-класс мы с вами вяжем не только узоры но также вещим уровень сложности разный посмотрите то есть я легкие я выбираю сложные проекты для того чтобы не только связать но и научить вас показываю сложные технологические процессы которые возможно вы даже не умеете делать и разные способы вязания которые я сама придумываю и вам потом предлагаем попробовать связать сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог мастер-классов выбрать модель и в любой момент вы можете присоединиться к вязанию все мастер-классы они уже готовы отсняты я вам просто даю доступ к ним приятного вам просмотра и творческого вдохновения каталог мастер-классов в описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете две ссылки где проходят победительный мастер-классы и вы можете выбрав модель сразу же в комментариях мне написать хочу связать далее пишите название проекта и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы приглашаю вас связать блузку тунику или платье название проекта крокус крокус вяжется крючком по одному мастер-классу можно связать три вещи мастер-класс очень подробный наглядный и состоит из шести видео частей вяжем крокус на любой размер от 42 до 56 размера размеры я указала российские жду вас на мастер-классе будем вязать вместе следующая модель вяжем блузку jasmine на любой размер по одному мастер-классу вы можете связать три вещи летний топ блузку либо тунику с рукавом три четверти или длинным рукавом кому как больше нравится видео мастер-класс очень наглядный и подробный блузку вяжем сверху вниз по кругу без швов также в мастер-классе я показываю как вяжется по кругу каждый ряд узора всего здесь три вида узоров и получается что мастер-класс состоит из десяти частей очень наглядные подробные специально разработаны мной для начинающих вязальщиц которые учатся вязать крючком если вам понравилась данная модель блузки пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать жасмин следующий проект приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана жакета название проекта облака интересная модель вяжется сверху вниз реглан без единого шва можно связать на любой размер который вы носите пряжа для вязания может быть любая это может быть однотонного либо секционного окрашивания летний вариант и демисезонный данную модель кардигана можно носить круглый год мастер-класс облака очень наглядный подробный состоит из 7 частей формат видео если у вас есть желание связать жакет кардиган название проекта облака пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать облака и я вам отправлю ссылку на мастер-класс приглашаю вас на мастер-класс будем с вами вязать блузку кофточку название проекта любимка эта модель мне нравится очень многим рукодельница и многие уже из вас ее связали мастер-класс состоит из 8 частей вязание сверху вниз здесь я показываю как вяжется росток подрезы в общем разбираем все элементы вязания мастер-класс видео формат наглядный разработанной для начинающих рукодельниц если вам понравилась данная модель блузки в комментариях под этим видео напишите хочу связать любимку не менее очаровательная блузка которая вяжется крючком регланом сверху вниз название проекта белоснежка мастер-класс состоит из шести частей разработаны мной специально для начинающих вязальщиц блузка белоснежка вяжется не очень сложно можно связать на любой возраст и размер она не очень сильно просвечивает есть желание связать пишите в комментариях под этим видео хочу связать белоснежку и я вам отправлю ссылку на мастер-класс замечательная модель под названием незабудка по одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган мастер-класс очень подробные наглядные разработаны мной специально для начинающих вязальщиц состоит из 9 частей формат видео жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст может быть летний вариант и демисезонный все зависит от того какую пряжу для вязания вы выберете модель жакета с точным рукавом модель жакета классическая подойдет абсолютно всем такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины если у вас есть желание связать жакет незабудка либо кардиган пишите в комментариях под этим видео хочу связать незабудку приглашаю вас на мастер-класс название проекта васильковое поле вяжем летнюю кофточку футболку кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст так как она не просвечивает мастер-класс парадуман до мелочей идеально подходит для начинающих рукодельниц которые хотят научиться вязать плечевые вещи присмотритесь к этой модели мастер-класс видео формат состоит из шести частей данную модель кофточки свяжет любая начинающая есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать васильковое поле приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки туники можно связать топ название проекта великолепный ананас данная модель связана крючком вяжется она снизу вверх круглая кокетка можно связать абсолютно на любой возраст и размер мастер-класс настолько подробные что справится даже начинающий вязальщица мастер-класс состоит из 11 видео частей особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам рукодельницам которые только-только учатся вязать крючком по одному мастер-классу можно связать три изделия топ тунику кофточку название проекта великолепный ананас в мастер-классе я показываю как выровнять низ изделия есть желание связать данную модель пишите хочу связать великолепный ананас и я вам дам ссылку на мастер-класс приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели которая подойдет всем может связать на любой возраст на любой размер название проекта айсберг вяжем джемпер пончо крючком вяжется здесь модель интересным способом а как вязать я вам все подробно показываю в трех частях видео мастер-класса есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать айсберг и я вам отправлю ссылку на мастер-класс далее будут проекты связаны спицами приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки название проекта листья бронелла мастер-класс состоит из шести видео частей где наглядно показываю рассказываю как вяжется джемпер по кругу и без швов очень уникальная техника вязания мне кажется вам она настолько понравится что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи есть желание связать в комментариях напишите хочу связать листья бронелла приглашаю вас связать джемпер спицами название проекта карамелька можно связать на любой возраст также на любой размер мастер-класс очень подробный наглядный состоит из четырех частей формат мастер-класса видео видео файлы в этом мастер-классе вам покажу интересную технику вязания можно связать данную модель джемпера по кругу прямыми обратными рядами мы вяжем с вами без швов есть желание присоединиться к вязанию пишите хочу связать карамельку и я вам дам ссылку на мастер-класс благодарю что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца все мастер-классы видео формат по петельные наглядные для начинающих есть желание связать находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии если найдете ссылки пишите в комментариях под вид под видео хочу связать и далее пишите название проекта которые вам больше всего понравился это не все мастер-классы которые у меня есть каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами и будем с вами продолжать творить красоту создавать уникальные вещи своими руками